здравствуйте друзья сегодня flprog для начинающих урок номер восемь будем изучать аналоговый вход масштабирование и ариев так что необходимо для этого я вот сейчас покажу тут схемку какую-то собрал и сейчас скажу что необходимо так чека дисплей arduino uno так одноканальный реле так построечный резистор 10 килоом такой обычный переменник 10 килоом вольтметр нужен сопротивление 20 килоом света фоторезистор у меня в моем случае фоторезистор 2 килоома и 20 килоом то где-то так и еще этот светодиод и 220 ом сопротивление так что мы сегодня будем делать так я познакомлю вас с входами аналоговым входом arduino и несколько вещей сделаем на него сделаем вольтметр до 30 вольт сделаем этот простой но простой вольтметр для урока это не так что повторили идеал и для изучения аналоги ухода вот это простой вольтметр до 30 вольт потом простой диммер от светодиоды яркость будем изменять потом этот суммешний выключатель то есть когда светло свет отключается когда темно включается ну вроде вот это сегодня давайте начнем урок как в фл прог подключаем так и про аналоговых входов считает такой аналоговый вход в arduino давайте покажу вот arduino uno сейчас у нас arduino uno аналоговые входы вот эти из нуля до 5 то есть 6 аналоговых входах но нумерация 0 1 2 3 до 5 на других допустим на аналоговый вход и подаем на аналоговый вход напряжение не было 8 там 8 там мега там еще побольше по моему 16 штук сейчас я точно не помню но сейчас это будем arduino uno вот это изучать как это работает что это такое аналоговый вход аналоговый вход это как бы измеритель напряжение вот так могу сказать то что это такое подаем подаем на аналоговый вход напряжение не более вот 5 вольт то есть это рабочее напряжение arduino uno 5 вольт не более 5 вольт не более 5 вольт с нуля с нуля до 5 вольт и этот как бы измеряет вот это напряжение вот это 5 вольт разделяет аналоговый вход тысячу двадцать три частей то есть разрешение 10 по моему получается разрядность а цепи вот это 10 еще такой то есть это вот это напряжение который подаем на вход разделять до тысячи двадцать три частей и при помощи вот этого измеряем то есть не что здесь делаем все время будем это как бы измеряем напряжение на аналоговый входа различные датчики там подключатели что все вот измеряем напряжение и исходя от этого мы делаем разные вещи сегодня я сделаю вас не некоторые вещи на аналоговый входе и этот попробуем как это все работает то есть это первоначально arduino если так подключить чтобы это измерять нам необходимо опорное опорное напряжение то есть сейчас данный момент опорное напряжение берет берется из этого из питания arduino то есть 5 вольт и как бы исходя из этого считает входной вот это напряжение но есть здесь это 3 еще по-другому можно по поступать здесь есть такой режим ариев то есть здесь уже опорный напряжение можно изменить можно сделать так у нее внутри находится этот в процессе внутри есть свой собственный опорный напряжение где-то один вольт один и один чуть побольше чуть поменьше то есть 10 процентов там разница есть чтобы вот это точные измерения делать вот можно опорные напряжения ли внутренние включатели еще есть внешне опорные напряжения можно подавать вот здесь находится где 13 вывод по моему рядом вот ариев написано то есть внешне в флпрок и сколько я понял поддерживает вот внешне опорные напряжения то есть где в ход ариев все сможем опорный напряжение давать и посмотрите вот здесь такой момент здесь есть настройка проекта настройка проекта вот здесь использовать внешне опорное напряжение ариев то есть если здесь галочку мы поставим сам арту и но будет уже измерять сравнительно обратно опорное напряжение вот который в аре входе подаем а там напряжение больше пяти вольт нельзя давать то есть отдельный блок питания как делаем и туда опорное напряжение подаем сейчас я покажу вам вот вот все это то что мы будем делать вот эта схема как бы так это вот опорное напряжение я взял вот это как получается про опорные напряжения немножко скажу но сегодня не буду подключать опорное напряжение будем опорное напряжение взять как бы питание arduino из 5 Вольт, который подается. Вот опорное напряжение, вот здесь АРФ находится. Сюда подаем от 0 до 5 В, но не более 5 В. Если опорное напряжение подаем, допустим, 2 В, он будет исходить из 2 В. То есть он будет измерять напряжение на аналоговом входе до 2 В. После 2 В, если до 5 В будет подаваться, равно ничего не будет показывать. 2, последний диапазон 2 будет. Если 3 В подаваться, до 3 В будут измерять. То есть здесь я сколько всяких разных вещей делаю, делал, получается такой вещь. Когда АРФ подключаем, у него питание от 4 В, 5 В может достигать. То есть разные USB порты, разные напряжения дают, блок питания разный подают. То есть такой стабильный нет, что ровно 5 В было. И из-за этого, допустим, мы настроим на 5 В, а когда подключим, допустим, USB порт или другого места, 4,8 будет или 4,4. То есть у нас это неправильно будет показывать. Ничего неправильно будет показывать. То есть погрешность большая будет. Чтобы этого не случилось, вот опорное напряжение, допустим, берем. Ну я отсюда подключил, как бы от питания вот этого Ардуино. Вот идет, здесь таблетрон стоит. Зависимо от напряжения таблетрона, вот опорное напряжение образуется. Можно делать меньше 4 В, допустим, 3,3, 4 В, но не более 4,2, наверное. Потому что там может 4,2 меньше, 4 В может достигаться. То есть 4 В, до 4 В с таблетроном поставить здесь. И этот опорный, если 4, вот здесь с таблетроном поставить, на надлогом входе будет измерять до 4 В. То есть исходя из этого, надо остальные вещи тоже рассчитать так, что все правильно показано. То есть если опорное напряжение мы берем из питания, если брать из питания, будем считать 5 В, вот я сколько, разные вещи. Допустим, реле включается, там сажают питание, там несколько милливолт или сколько. И там все время изменяются цифры, которые этот, то есть это погрешность большая получается. Ну ладно, давайте теперь о другом. Вот сегодня вот такую схему будем собирать. Здесь можно будет, а сюда давай начнем. Вот это Вольтметр, с нуля до 30 Вольт будем Вольтметр делать. Потом сумеречный выключатель. То есть свет увеличивается, уменьшивается дневной. Здесь реле включает, свет включает или выключает. Так, диммер будем делать простой. То есть здесь при помощи этого регулятора светодиода яркость будем изменять. Это все будем наблюдать на дисплее. ЛСД дисплей 16.02. Ну и давайте теперь сворачиваем FL-PROG. В FL-PROG взял входы аналоговый входы, что и Вольтметр, вот нулевой. Сумеречный выключатель P1 подается в напряжение и аналоговый, этот, как его, диммер, вот это P2, выход LED 1, вот P3, LED 1, что я показывал, вот этот диммер и реле P4. Вот таким образом. Давайте первоначально сделаем этот простой диммер. Чтобы простой диммер сделать, отсюда берем, вот где P2, SHIM, P2 и выход подключаем прямо LED 1. Вот сюда подключаем и посмотрим, что у нас произойдет. То есть это самый простой вот этот диммер получается. А здесь цифры меняются от нуля до 1023, а на выходе мы знаем, что в SHIM режиме от нуля до 255 должно быть. То есть от нуля до 255 напряжение увеличивается, дает вот эти цифры. Цветодиод ярче и ярче. И 256, он опять с нуля начинает. И периодически такой, уже следующий там где-то 500 с чем-то. И до тысяч, ну 4 раза вот этот состав меняется как бы. Давайте вот это загружаем в Ардуино. Вот сейчас загружаем в Ардуино и посмотрим, что будет. Вот это. Так, и это включу, чтобы видно было. Давайте это выключу, еще включу, а то он часто выключается, когда сворачивание перепаян. Вот сейчас это загружаем туда. Так, загрузили. Сейчас там был вращат вот это. И посмотрим, что получится. Так, надо сделать так, чтобы видно было. Что ты будешь делать? Давайте сделаем так, что еще на дисплее видно было цифры. Я забыл дисплей подключить. Давай дисплей тоже подключим. Так, чтобы все здесь видно. Так, дисплей тоже включаем. Так, это включили. Дисплей у нас новой. I2C. Адрес моего дисплея 27. Так, вход. И это первая строка. Первый столбец. И этот, здесь строки. Вот надо, чтобы этот, конвертировать строки. То, что там было, будет. Так, вот теперь это сюда соединим. Так. Что у нас неправильное дело? Ну, и... Что-то я не пойму. Давайте еще раз. Может что-то... Еще раз. Да, что-то где-то, что-то есть у нас. Я не вижу. А вот еще один дисплей спрятался. Так, давайте еще раз все это сделаю. Так, вишем. Потом LED. Это сюда подключаем. Это включаем. 27. 27. Ход. Первая строка. Первый столбец. Так, теперь... Так, конвертация... Вот это... Интеджер конвертируем строки. Целаем. Так. Все. Вот это... Теперь загружаем. Ардуино. Загрузили Arduino И посмотрите На 106 цифр Сейчас это будет вращаться Резистор И посмотрим что получится Вот это 0 Сейчас выключено Потихонечку Увеличиваем Яркость увеличивается Вот 250 Опять выключится И заново И до конца 4 раза так будет Делать Ну Вы видели Яркость увеличивается Потом 255 И опять вырубается Опять начинается И чтобы это не случилось Мы сегодня даже Еще масштабирование изучат У нас вот такой Замечательный ФБ блок Вот это Это масштабирование Так что это такое То есть это Здесь на входе цифры Подаем на выходе цифры Получаем И внутри Устанавливаем Входной На вход Сколько на выходе Сколько должно получиться Вот нам необходимо Вот сейчас он правильно Ставит Мы знаем Что на входе подается С 0 до 1023 А на выходе нам надо Для шим режима До 255 Вот сейчас 255 Стоит Так готово Теперь вот это Включаем сюда Вот это масштабирование И он часто используется И очень часто Я его использую Это замечательная вещь Вот все Теперь вот это Здесь на входе Вот это С регулятора Подаем Напряжение С 0 до 5 вольт Там цифра Это изменяется С 0 до 1023 А на выходе Меняется С 0 до 255 То есть это Уже нашим режим Вот А я Неправильно Это соединен Вот лет Надо сюда Соединить Вот сюда Надо соединить То есть вот На светодиод И до 255 Пойдет А это Вход у нас То есть Здесь 1023 До На выходе 255 Это очень часто Будем использовать В дальнейшей Работе Давайте Это Включим И посмотрим Что у нас будет Так Все Загрузили Сейчас там был вращат Одновременно Вот эту цифру С матрицы На светодиод Все На самом конце 255 И Самый яркий То есть Это простейший Диммер У нас Получился Добавляю Все Вот это Все Плавно У нас Работает Это простейший Диммер То есть Вы тоже Можете Делать Когда Диммер Будете Делать Здесь Вход Подаем Напражение От 0 До 5 Вольт На выходе Получаем Цифрами От 0 До 255 255 Это Уже Самый Вот этот Так Яркость Получается Все Давайте Теперь Другой Что-то Делать Вот это Удалим Отсюда Это Нам Не Не Нужно Теперь Давайте Вольтметр Сделать Сейчас Скажу Как это Работает На схеме Вот Посмотрите Вольтметр Измеряем На Нулевом Входе Аналог Входа Но Здесь Обратите Внимание Здесь У нас Делитель Напряжения Стоит То есть Если 30 Подадим Прямо Сюда Он У нас Сгорит Вот Это То есть Нельзя До 5 Волт Надо Даваться И Как Сделать Что До 5 Волт Было Для Для У нас Делитель Напряжение То Это R1 Здесь Надо Регулировать Так Чтобы Вот Здесь У нас Вот Где-то Позунок Ходит Надо Напряжение Делать Так Который Напряжение У нас Это На Ардуино То Есть Надо Проверить Напряжение Если 4 Волта Вот Здесь На Вход Вот Здесь 30 Волт Подаем Здесь На Вход Чтобы 4 Но Если Так Делать У нас Вход Сгорит Потому Что Вдруг 30 Волт Подадим Поэтому Вот Это Отключаем Не Соединяем Первоначально Вот Настраиваем Вот Эту Часть Делитель То Т.е. 30 Волт Подаем А Здесь Получаем Если 4 Волта Это Надо Делать Что После Уже Включаем Сюда Чтобы У нас Вход Не Сгорел То Старт Делитель Не Вышился Или Можно Защиту Делать Тут Такую Можно Здесь Еще Стаблетрон Подключить К Этой Линии Чтобы Больше 5 Волт Допустим Стаблетрон 5 Волтовый Подключить То Больше 5 Волт Этот Стаблетрон Открывается И Не Пускает Больше 5 Волт То Постоянно До 5 Волтовый А Выше Допускает Для Этого Здесь Надо Ограничительный Резистор Поставить Наверное Или Нельзя То С Таким Образом Это Работает Давайте Я Сейчас Вам Покажу Сейчас У нас Покажу Это Питание Сколько Напражений У нас Ардуин Сколько Питается На Волт Метре Сейчас Посмотрим Так Видите Я Сейчас Проверял Напражение Питания 4.8 Волта Значит При Дальнейших Вот Этих Расчетах Надо Исходя Из 4.8 Волта И Сейчас Вот Здесь На Выходе Вот Этого Резистора Мы Должны Получать 4.8 Волт Сейчас Это Волтметр Туда Подключаем Волтметр Вот Так Я Предварительно его настроил На 4.8 Волта Здесь На Входе Вот Сейчас Из Лабораторного Блока Питания 30 Волт Подавал Вот Сюда Вот Смотрите Вот Сюда 30 Волт Подавал И Здесь У Метре 4.8 Я Предварительно Настоял Что Время Не Тратить На Это Давайте Теперь Этот Сделаем Волтметр Сейчас Я Этот На Входе Подключу Вот Это Волтметр На Входе Чтобы Убедили Что Там 30 Волт Так То Есть У Нас 29 Волт На Входе Сейчас Данный Момент 29 Волт И На Входе 24 8 То Есть При 4 8 Волта На Входе Должен Показывать 29 8 Давайте Вот Эту Такую Программу Делаем И Посмотрим Как Это Получится У Нас Так Берем Это Вход У Нас Волтметр Вот Это Сюда Подключено И Здесь У Нас Получается Как С Нуля До 1024 Вот Это Замечательный Вот Это Блок Берем Сюда Так То Есть Если Здесь Напражение Меняем С Нуля До 5 Волт Это Будет Менять С Нуля До 1023 Нуля До 20 Но У Нас На Выходе Должен Показывать 29 8 Волт Поэтому Вот Здесь Сделаем 20 20 Сейчас 29 И 8 Но Здесь Сделаем 2980 Чтобы Там Сот И Доли Тоже Показывать Вот Посмотрите Если Здесь Напражение На Входе Поменяем С Нуля До 1023 Это У нас Будет Соответствовать До 2980 Вот Это Готово Но Это Так Не Получится Нам Надо Чтобы 29 8 Было Для Это У нас Есть Математика Вот Это Надо Делить Цифру Цифру На 100 Ставить Констату Но Нам Необходимо Что Фло Отбил То После Запятая Тоже Что Показывает Цифры Как И Вот Фло От И Здесь На 100 100 Делим Так То Что Получилось Вот Сюда Включаем К Этому Все Давайте Теперь Это Загружать И Посмотрим Что У нас Получилось Я Не знаю Что У нас Получится Думаю Должно Правильно Работать Если Я Все Правильно Делал Я Так Думаю Вот Это У нас Сейчас Входное Напражение 29.8 А Здесь Должно Показываться Сколько Нас Вот Мы Должны Столько Показываться Да Видите Чуть Чуть Ошиблись Как Здесь 29.5 Волт То есть 0.3 Волта Я Думаю Это Нормально Ну Так Более Точно Сейчас Здесь Напражение Я Понижаю Вот Обратите Внимание Вот Здесь Какое Напряжение Будет И Здесь Какое Будет Я Блок Капитана Там Напряжение Буду Уменьшить У нас Там Ступенчат По Одному Волту По Десять Волт Я Могу 19.8 Вот Обратите Внимание Здесь Где-то Чуть Чуть Не Хватает Ну Это 9.8 Видите 9.8 Стоит 8.8 Это Сюда Уберу Что Право 8.8 7.8 6.8 5.8 4.8 3.8 2.8 1.8 0.9 Видите Какой Точность У нас Получилась Это Я думаю Нормальный Результат То Мы Сейчас Что Делали Простой Волтметр Делали Из Ардуино Видите Все Очень Просто То Мы Здесь Цифру Чем Замечательно Это Масштабирование Чем Замечательно Здесь На входе На выходе Что Хочем Получаем И Давайте Еще Раз Обсудим Вот Это Как Получилось Чтобы Все Ясно Было Так На выходе Когда До 4.8 Волта Мы Подаем Цифра Меняется С 0 До 1023 А на Выходе Цифра Меняется До 2980 То Есть Это У нас То Напражение Которое Самое Большое Напражение Будем Изменить У меня Блок Питания Вот Такое Напражение Дает Поэтому Так И Сделал Так Теперь Что Получилось Вот Чтобы Вот У нас Этот Сот Долей Частей Частей Чтобы То есть Флор Чтобы Получилось Вот 2000 Вот Это Сколько Там 980 Разделяем На 100 Но Здесь Когда Константу Выбираем Надо Флор Флор Выбирать Чтобы Вот Это Сот Частей 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 И Потом Это Преобразуем Вот Это Конвертуем Настройки И на Дисплей Смотрим Вот Все Очень Просто Это я думаю видите как хорошо все получается все очень просто здесь можно и побольше допустим сделать если у вас хотите до 100 вольт померять допустим надо чтобы здесь 100 вот подавать вот это вот это про то соедините и здесь на входе 100 вот подавайте а здесь добивайтесь что 4 8 было после уже здесь включать теперь будет 100 вот измерять у себя у вас но тогда вот здесь тоже надо будет вот здесь тоже уже нет вот здесь надо 10 тысяч как бы цифру ставить то есть вот при помощи масштабированиями разные вот такие вещи можем получать так у нас еще осталось что делать то есть вот это делали диммер делали вот метр делали теперь сумеречный выключатель делать давайте этот как это работает я то есть у нас то что мы делаем все на деление напряжение как получается делитель напряжение везде любой случай вот на входами что мы делаем здесь только на напряжение измеряем и все как это работает вот посмотрите здесь я цепь взял вот 20 килограмм и этот когда светло 2 килограмма когда темно 20 килограмм вот такой фоторезистор у меня то что было я так если у вас другой будет надо цифры менять как бы и получается вот такой цепь и здесь напряжение давайте вот здесь напряжение напряжение мерить или что или цифрами вот такой цепь я взял и отсюда подключил к входу входу ардуино вот это второй этот первый вход получается аналоговый и когда светло здесь сопротивление мало мало здесь напряжение мало получается когда темно здесь сопротивление увеличивается сопротивление напряжение напряжение тоже увеличивается давайте посмотрим это на самом деле как это все происходит в фл прок сейчас сделаем все это так вот это удаляем это нам не надо это тоже не надо и или может оставим надо было оставлять чтобы давайте оставим и как бы это все у нас будет эту программу вот это оставляю то есть я это сказать сохраню вот это вот метр вот то что я делал вот у вас другие данные будет я как сказал вот задавать вторую плату сделаем сейчас это суммашний выключатель сделать и отсюда берем вот это который аналоговый ход первый выключатель вот сюда я неправильно над зал делать это верится в нафта другую плату наделать создавать создаем новую плату и себя ставим а вот этого ставим и давайте опять дисплей дисплей где у нас дисплей дисплей вот этот дисплей, опять дисплей включаем, вставить константу, это откуда появилось, я неправильно взял, так, вставить константу надо было, я там вставить нажал, так, опять дисплей включаем, вот у нас уже есть там первый дисплей, вот это берем и все данные здесь появляются, вход включаем, теперь строку, у нас первая строка занята, как в вольтметр, вторую строку выбираем и с первого столбца, готово, и опять тоже, этот, конвертация, вот это конвертация строк, тоже опять включаем, так, и вот это вход, который сюда соединяем и посмотрим, что у нас будет твориться на, ну, как в цифрах, что ли, давайте опять это включу, чтобы видно, так, загружаем скетч, так, вот теперь посмотрите, что у нас получилось, и схему тоже одновременно, вот это открою, чтобы показать, как это, так, вот это у нас, у нас, когда светло, сейчас светло, здесь самое маленькое напряжение, вот, то есть это самое маленькое сопротивление, 2 кОм, а здесь 20 кОм, и напряжение падает, там 0, сколько, 0,2, вот, или сколько я сейчас, вот здесь это цифрами 57 или 58, сейчас я закрываю вот это, и посмотрите, что получится, вот видите, я темно взял, там цифры увеличились, то есть это сопротивление увеличился, то есть падение напряжения меньше стали, это напряжение увеличился, и давайте, исходя из этого, сделаем это сумеречный выключатель, ну, для этого, что нам необходимо, нам необходимо реле, вот реле взяли, так, опять вот, базовые элементы, нет, триггеры, вот, SR-триггер, или RS-триггер, ну, RS-триггер берём, включаем сюда, здесь, инвертируем, чтобы реле этот, у меня работает от этого, от нуля, так, и нам необходимо компаратор, компаратор, где у нас, вот компаратор, там, компаратор ставим, и у нас там получилось, вот, давайте ещё раз посмотрим цифры, какие получились, вот сейчас, когда светло, здесь 50 с чем-то, когда чуть потемнее делаю, вот цифры, цифра увеличивается до 111, допустим, а когда это, светло 50 с чем-то, так, теперь, вот на компараторе, вот, чтобы включилось, нам надо, чтобы этот, темно стало, то есть, цифра увеличилась, здесь было, вот это, равно или больше, вот это берём, равно или больше, вот это сюда соединяем, то есть, здесь цифра, вот, какой, здесь, допустим, ставить константу 90 поставим, допустим, 90 поставим, вот, интеджер, и 90, вот 90, когда здесь этот, вот эта цифра больше или равно 90, будет на выходе единица появится, и у нас этот триггер сработает, всё, реле включится, а чтобы выключал, чтобы выключал, опять компаратор надо, второй компаратор, вот это тоже сюда соединяем, сюда соединяем, а это уже надо взять меньше или равно, меньше или равно, там у нас 50 было, ну, допустим, здесь, ставить, допустим, 60 поставим, но это в реальных условиях надо будет от ситуации, как бы настраивать всё это, вот 60, так, и это тоже сюда соединяем, то есть, когда цифра больше 90, реле включается, когда меньше, этот, вот этот сброс идёт, и давайте это загружаем опять в Ардуино, вот у нас реле включено, питание есть на нём, вот это, когда включается, вот этот зелёный здесь должен выключиться, всё, загрузили программу, сейчас это потемнее сделаем, видите, темно стало, я закрыл свет, там реле включился, выключился, руку убрал, светло встал, свет выключился, вот так, всё очень просто, это делается, всё, видите, как закрываю фоторезистор, там это свет включается, как, вот так, таким образом всё это очень просто, всё это так работает, вот этот скетч я сохраню, у меня на сайте будет, вот эта схема тоже, схема я уже, и схема там будет, по схеме посмотрите, и самое главное, я ещё раз повторяю, давайте это выключу, если выключится, так, это выключили, чтобы не мешало, так, это выключили, давайте ещё раз это посмотреть, схему ещё раз скажу, так, самое главное, когда будете вольтметр делать, обязательно, когда будете градуировать, вот это, я тоже раз говорю, это провод отсоедините, если не будете отсоединять, во время регулировки, случайно больше 5 вольт подадите, и сожжёте вот этот процессор, сожжёте, так что имейте в виду, если будете повторять, первоначально вот этого провода нету, настраиваем до 4,8, у меня было, у вас может быть, может быть, может быть, может быть, 4,5, чтобы точно результат был, это, вот сколько вот напряжений здесь будет идзават, если 100 будет идзават, всё время вот это надо добиваться того, чтобы напряжение питания, столько здесь, столько это было, вот таким образом всё это делается, так, и ещё ареев, ареев я сейчас это не делал, следующее, вот у меня, я думаю, что я очень много всяких вещей делал, которые брал, как бы, вот это питание, как бы, эталонное питание, как бы, брал питание ардуино, но это неправильно, поэтому, с большими погрешностями, всё то, что я делал ранее, с большими погрешностями работает, в дальнейшем, если что-то уже будут делать, то есть, я думаю, уже надо, пора уже нормальные вещи делать, то есть, это все учебники, как бы, были, сейчас, если будем гидростат делать или что-то, уже надо, вот это использовать ареев, вот это будет использовать, другие схемы уже на нём сделали, чтобы более точно всё это работало, так, вроде всё, спасибо за внимание, подпишитесь на мой канал, до свидания.